Век развитой промышленности здоровью окружающей среды отводится самое малое значение. Заводы и фабрики отравляют воздух вредными выбросами, но ведь жизнь и здоровье людей напрямую зависит от состояния экологии. На территории Артемовского городского округа деятельность по охране окружающей среды ведется регулярно. Об этом на традиционной встрече со средствами массовой информации рассказала начальник отдела экологии и природопользования муниципального бюджетного учреждения Артемовский городской округ Жилкомстрой Альбина Скутина. Природоохранная деятельность на территории Артемовского городского округа направлена на обеспечение полномочий городского округа в области охраны окружающей среды через реализацию муниципальной программы экологии и природные ресурсы и государственную программу Свердловской области обеспечения рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года. В рамках муниципальной программы экология и природные ресурсы Артемовского городского округа освоено в 2014 году 45 миллионов 434 тысячи рублей. Часть денежных средств была направлена на проведение экологических конкурсов. Один из таких лучший по чистоте населенный пункт Артемовского городского округа. Данные средства были направлены на выполнение мероприятий по экологическому образованию и воспитанию. Это проведение интеллектуальной игры для младших школьников «Эко-Колобок», слёта экологических бригад ЮНЕКО, слёта исследователей земли, конкурса экологического плаката и рисунка «Береги природу родного края», педагогической конференции о развитии экологической культуры дошкольников, мероприятий, семинар-практикум для педагогов «Особенности озеленения и ландшафтного дизайна на пришкольной территории», приобретение мультимедийного проекта «Методический кабинет детского домотворчества номер 22» и обеспечение деятельности экологических бригад. Стоит отметить, что чистоте питьевых источников и скважин в Артёмовском городском округе отводится особое внимание. Об этом свидетельствует успешная реализация программы «Родники». Первое место занял территориальный орган местного самоправления посёлка Буланаш. Второе место – Томс, посёлка Красногордейский. Третье место разделили между собой Томс, посёлка Сосновый Бор и села Большое Трифаново. В рамках программы проводилась проверка уровня родона в жилых домах. Также средства местного бюджета были направлены на реализацию проекта «Родники». Это проведение лабораторных исследований качества воды в источниках, не централизованное водоснабжение, это колодцы, водозаборные скважины, те, которые планировались к обустройству, те, которые уже были обустроены. То есть проведение качества воды после их обустройства. На сегодняшний день обустроено на территории пять источников. Из них четыре – это полное обустройство, и один колодец – это реконструкция его. Были обустроены водозаборные скважины по улице Гагарина, около дома номер 56 В, селе Покровское, колодец по улице Комуна 67 в городе Артёмовском, колодец по улице Набережная 6, селе Писанец, и реконструкция колодца по улице Ломоносова 38 в посёлке Красногвардейский. Для того, чтобы обезопасить свою квартиру от скопления радона, необходимо регулярно проветривать помещение. Проводились коррецидные обработки и диротизационные мероприятия на пляже в городе Артёмовском, это по улице Потерешковой, и на пляже в селе Миронова. К сожалению, из-за того, что в этом году при отборе проб воды качество не соответствовало нормативным водоёмам, соответственно, данной пляжей не было получено положительное заключение управление Роспотребнадзора, и не были открыты данные пляжи для использования их гражданами. Не стоит забывать и о неудобствах, связанных с выбросом сломанных ртутных градусников. На территории Артёмовского непрерывно ведётся сбор и обезвреживание ртуть содержащих отходов от населения. В первом полугодии 2014 года было собрано на демеркуризацию 589 штук от работы ртуть содержащих ламп и 42 термометра. На сегодняшний день проведён дополнительный сбор тотть содержащих ламп, которые на днях уже будут переданы специализированной организации для дальнейшей передачи на демеркуризацию. Интенсивно ведётся работа по очистке города от несанкционированных мусорных свалок и предотвращению новых. Ещё дополнительно выявлены свалки на данных территориях. Проведена котировка на сегодняшний день и в ближайшее время будут проведены мероприятия по сбору и также передаче данных отходов на размещение на полигон. Артёмовские предприятия и организации принимают непосредственное участие в реализации муниципальной программы «Экология и природные ресурсы». Это предприятия коммунального хозяйства, ООО «Агрофирма Артёмовский», Красногвардейский крановый завод, ООО «Водоканал». Данное предприятие проводит мероприятие также по сбору и передаче специализированного организациям отходов на дальнейшее размещение, либо на утилизацию, переработку. Также разрабатывает нормативную документацию. В проекте «Родники» организации Артёмовского городского округа принимают участие далеко не первый год. Большую радость нам принесло то, что у нас наконец на протяжении 14 лет работали школа 4, также участвовали в проекте «Родники», и они заняли первое место среди образовательных учреждений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова